День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с уникальным сюжетом, после просмотра которого вы без впечатления, позитивного впечатления, ну точно не останетесь. Вот я вам отвечаю, вы бы никогда не подумали, что здесь находится, заходите. Вот посмотрите, что нас сейчас с вами окружает. Обычная жизнь, обычные дома, ничего крутого, ничего богатого нет. Мы находимся в Ивантеевке, это буквально 15 километров от УКАДа. Москва рядом, но здесь атмосфера российского города, любого российского города. Но здесь есть изюминка, потому что вот этот дом, жители этого дома и самое главное их председатель, сегодня нам покажут и расскажут кое-что очень интересное. Безусловно, не обойдется и без моих комментариев, но они будут к месту. Как сегодня происходит быт в многоквартирных домах? Сегодня сосед соседу зачастую стал враг. Очень часто мы говорим, все, что строят сегодня, это очень плохо, мягко говоря. Как улучшить свою жизнь? Многие жалуются на управляющие компании, вот они ничего не делают. Но как изменить жизнь самостоятельно? И сегодня я вам покажу историю жизни одного человека, который сделал такое, после чего вы без комментариев и без восхищения, ну точно не останетесь. Заинтриговал? Давайте обо всем по порядку. Первым делом познакомимся с Романом, тот самый человек, который меня и пригласил в гости. Но он не главный герой. У меня кофе, бутерброд с маслом. Всем доброе утро, мы начинаем. Знакомьтесь, друзья, Роман, но не главный герой сегодняшнего выпуска. С главным героем мы познакомимся чуть позже. Ром, ты мне пишешь письмо, которое меня заинтересовало с первых строк, что называется. Давай кратенько расскажем людям. Мы находимся в Ивантеевке, это обычный городочек небольшой. Как давно построился этот дом, как давно ты здесь живешь? Вот сроки сдачи, какие-то такие цифры можешь назвать? Ну дом построили, получается, где-то 98-99 год. Вот, сдали его. Я здесь живу с 2007-2008 года, где-то вот так примерно. Получается, там, это квартира моей супруги. Вот, мы с ней познакомились в 2007 году. Сначала мы жили у меня, тут в соседнем городе, это город Пушкино. Вот, а потом, ну, переехали вот к ней, в силу того, что у нее квартира побольше. Ну, и как-то это все по благоустроению, ну, как-то поинтереснее. А, ну и ребенок сюда вот в школу пошел здесь. Слушай, проживаешь ты в Пушкине, тут ты приезжаешь. Казалось бы, ну, чем тебя можно удивить, что там вторичка, что здесь вторичка. Ну, давай перейдем к изюминке. В этом доме есть председатель, который, друзья, вдумайтесь, все тащит на себе, все организационные вопросы на нем. И вот тут начинается самое интересное. Роман был инициатором съемки этого выпуска. Но, все, что вы увидите в дальнейшем, было построено и сделано под руководством одного человека, главного героя этого выпуска. Дом построен им, прилегающая территория благоустроена им, и все постройки, которые мы сегодня вам покажем, тоже были под его началом. Как что? Вот давайте знакомиться с главным героем и послушаем внимательно его. Работаем в погодных условиях. Ну, собственно, такой климат. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Владимирович, как много в этом имени-отчестве. Мы сегодня восхищаемся всем тем, что вы сделали. Но в силу погоды давайте спустимся к вам вниз и там с вами пообщаемся подробнее. Приглашаю вас в гости. За вами пойдем. Пожалуйста, вперед. Фух, ребята, снежок пошел знатный. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, вообще историю, как вы в этом доме оказались. Очень долгое время, 25 лет прожил в Магадане. Да, Магадан. Ну, так случилось, что очень наступили сложные времена, 90-е годы, 93-94 год. Наш трез, где я работал, в общем-то прекратил существование. И мне пришлось покинуть Магадан, изменить образ жизни. И совершенно случайно я попадаю в Ивантеевку. Иду по Тверской, в Москве, а навстречу мой товарищ. Я его очень слабо знал, два раза встречался, и он увидел меня и говорит, Владимир, а ты где, как? А я говорю, да вот так оказался у друзей в Москве. И вот сейчас определяю свою судьбу. Где жить, куда семью привезти. Он говорит, самое лучшее место, это город Ивантеевка. Поверьте, я даже был удивлен названием, в общем-то, незвучное. Ну, и, в общем, так получилось, что он меня пригласил. Пригласил, познакомил с очень уважаемыми людьми, которые могли помочь с жильем. И предложили мне приехать в Ивантеевку. Вот, предложили принять долю участия. Показали вот этот недострой, который был. Вот здесь я вас, извини, перебью. Вы вдумайтесь, вы приезжаете, там, 93-й, правильно, год, Москва. Да. Приезжаете из Москвы в Ивантеевку. А вот этот дом, который мы сейчас видим, он был полуброшенный. Он вообще был, фундамент один. А, чисто фундамент и больше ничего. Фундамент один, начало этажа было. Бараки стояли жутко и страшно. В общем, сказать, помойка была. И вам как предлагают, построить дом, что ли, или как это было? Хотели построить фабрика дом, но в связи с этими... Временами? Временами тяжелыми. Все было брошено. Не было финансирования, нет ничего. И вот директор фабрики, Рудой, обратился ко мне и говорил, Владимир Владимирович, вы, я смотрю, такой активный. Вот есть возможность достроить дом. У нас нет финансов, а я знаю, что вы очень... У вас много друзей, особенно вы с Магадана. Можете взяться за это дело? Я посмотрел чертежи. Я, в общем-то, инженер по образованию. Великолепные, просто великолепные квартиры. И я улетел в Магадан, поговорил. С кем я переговорил? Откликнулись, доверили свои, так сказать, деньги. И самое главное, в чем еще? Мы не требовали полностью оплаты. Мы показали, что есть фундамент. Начался строительство уже первого этажа. Мы говорим, 30% оплачивайте, видите, что идет строительство. И еще, по мере необходимости, проплатите все остальное. Мы это дело осилили за полтора года. То есть, за полтора года, чтобы людям было понятно, вы, можно сказать, с 5% от фундамента, вы поднимаете полностью дом, при этом сами мотаетесь в Магадан, по вашим друзьям, знакомым, говорите, можно из Магадана, в силу того, что люди тогда, многие хотели переехать. Очень многие. Но не было возможности. А тут найти сразу денег практически невозможно. И вот за полтора года люди частями оплачивали взносы на этот дом. И мы подвели под крышу и сдали этот дом. Первый дом, он получился у нас, сейчас скажу, мы сдали, в 95-м году начали и сдали дом в 97-м году. Это вот про тот дом, в котором мы сейчас живем, где мы стоим, мы находимся в полуподвальном, ну, в подвальном помещении, где здесь тепло, хорошо. И что еще может быть в подвале пятиэтажки 98-го года, если пройтись чуть дальше? Ну, наверное, вы предположите сырость, крысы, вонь от плесени, тараканы и прочая-прочая нечисть. Ну, вот что в этом подвале, дальше я вам покажу. Вы будете удивлены. Таким образом, человек, советский человек с образованием, принимает предложение построить дом. И вперед, выполняет эту задачу. Так более того, они внесли изменения в проект, согласовали для того, чтобы квартиры стали еще лучше по планировкам для людей. Как они выглядят внутри. Вот на примере квартиры Владимира Владимировича мы покажем вам. Дальше идет жизнь. Человек начинает благоустраивать свой двор. Обычно мы делаем обзоры квартир, а сейчас я вам делаю обзор двора. Вот смотрите, я нахожусь на территории соседнего дома. Мы заходим на территорию нашего дома, куда мы сегодня приехали. Специально открыт этот проход для того, чтобы дети из соседнего дома могли ходить спокойно в школу. Ну и то же самое наоборот. Здесь, собственно, в летнее время, я попрошу ребят, чтобы дали фотографии. А в летнее время картина меняется кардинально. Сейчас на кадрах вы видите участок, где мы стоим прямо сейчас зимой. Ну смотрится совсем иначе. А вот эта фотография сделана одним из жителей из окна. Вот так выглядит двор летом. А здесь семья, большая семья, соседи отмечают явно чей-то день рождения. Конечно, я заметил, что и площадка, в принципе, старенькая. Но это лишь вопрос времени и хотелок жителей. Скажут, что хотим свежие площадки. Сделают. Обратите внимание. Оп, следующий кадр. А уже мостик покрашен. И как вы думаете, кто всем этим занимается? Владимир Владимирович. На этом кадре он со своим внуком. Все тюльпаны, высадки, деревья. Все это идет под его началом. Не хочу обесценить чей-то труд и чье-то участие. Но ключевую роль в благоустройстве всего этого дома и прилегающей территории, конечно, несет он. Ели. Вы их когда сажали, какого размера-то они были? Ну, буквально вот, ну, полметра. Это в каком году вы их посадили? Это был, сейчас скажу, какой год. Это был 98-99 год примерно. Ну, когда даже дом сдали, здесь столько мусора было. Жутко и страшно. Строительный кран валялся и прочее. Все пришлось, ну, после строителей почищать, убирать и прочее. И все эти деревья. У нас здесь вот делают флагшток и вот это. Это все аллея лип. И когда весной, это просто красота неописуемая. Здесь у нас черень, здесь каштаны, там черемуха. Ну, в общем-то... Короче, весной надо сюда приезжать и просто объединить до всего того, что есть. Ну, вот видите, сегодня, видите, какая погода. Ну, что ж, зима есть зима. Я поначалу, если честно, да, я с ним особо как-то, я переехал, ну, и жил, то есть, вот, как так, ну, ни с кем особо не знаком, но жил и жил. То есть, я даже сначала не знал, что он председатель, я особо ни с кем и не общался. Потом как-то мы с ним вот познакомились. Ну, опять же, на фоне, наверное, больше вот каких-то вот житейских вопросов, то есть, в плане, там, быта, дворового, да, там, какого-то жилого. Вот. Мне человек очень сильно понравился, да, то есть, в плане того, что отзывчивый. Сейчас у нас обычно как, ну, к человеку, к людям обратишься, к кому-то, ну, не до тебя, нету времени, он побежал своими вопросами заниматься и все остальное. А тут, получается, как бы я обратился к нему, там, ну, с какой-то даже незначительной просьбой, он такой, да, конечно, подожди, все, сделаю, помогу, чем смогу, тем помогу. И по сей день, то есть, он также на любой вопрос, в принципе, отвлекается. Я почему не у этот самый, не перестаю удивляться, как говорится. Вы возвращаетесь вечером домой, вам нужно куда-то поставить автомобиль. Ну, давайте поговорим про парковки. Частую проблему практически каждого двора, каждой многоэтажки современной. Получается, мы заезжаем на территорию, в конце идут также капитальные гаражи, но практически все гаражи здесь идут без отопления. В целом, там внутри какая-то температура будет? Ну, вот морозы, нет, морозы были, вот когда давило там минус 26, минус 27, я вот в свой гараж заходил, у меня было минус 7, минус 8, то есть, ну, минус 9, минус 10, где-то вот так, да, примерно, то есть, в принципе, комфортно. Хочет, наверное, пушку ставит, если кто там прям сильно переживает, подтапливает. Ну, пушку это я ставлю, потому что я там с машинами занимаюсь в гараже, ковыряюсь, а так люди в основном просто приехали, поставили и ворота закрыли, да ушли. А еще меня удивляет, смотрите, ты подъезжаешь, вот мы когда заезжали, Рома нажимает на кнопку, у нас скрываются ворота. Да, не просто шлагбаум, а полноценные ворота, и это тоже все вот предлагал все председатель, то есть, это не ваша инициатива абсолютно. Нет, ну, не наша инициатива, в принципе, как бы, да, председатель это все, почему бы нет, как бы, у нас такой дом, получается, находится на отшибе, можно так сказать. В принципе, эти ворота, они никому не мешают, зато тут просто вот фуры стоят там внизу, там какая-то, ну, промзона, и вот, и часто они путают адрес, бывало, сюда заезжали, то есть, поэтому мы поставили ворота, чтобы, ну, посторонние, никто сюда не заезжал. И как-то, может быть, лет восемь назад, кому-то тут разбили стекло на парковке, там вытащили видеорегистратора или что-то такое, и после этого сразу вот решили поставить камеру видеонаблюдения, то есть, везде по периметру. Сейчас видеонаблюдение камеры. Вдумайтесь, да, пятиэтажка, пятиэтажки рознь, вторичка, вторички рознь, в силу того, что дом невысотный, мест, в принципе, хватает на всех. Далее, везде снегопады, все жалуются, что она засыпает, ну, смотрите, то есть, получается, если ТСЖ, если заниматься двором, то можно успевать все каким-то образом расчищать. Короче, просто вам для контраста, вот вдумайтесь, пятиэтажка там получается, и все расчищено. Ну, прикол, человек один просто тракторочек заказал, одного дворничком почистил, вот, посмотри, вот, сейчас вот, скажи, весь двор нахрен зачистил, за это в снегу, и это при условии того, что мы уже находимся в Москве, не где-то там на окраине, а уже так, приближаемся к центру. Ну, вот, рандомно приезжаем в один из дворов, все еле-еле ходят и так далее. Там вообще мы заехали, как делать нечего, запарковались без проблем, а здесь, блин, хрен, где встанешь. Еще машин, по-моему, в силу того, что дома высотные, да, и у людей не расчищено. Поэтому, как говорится, самое главное, чтобы был хозяин. Гараж ты берешь в аренду? Да, в аренду. Сколько цена такого гаража? 8 тысяч сейчас. В месяц, правильно? Ну, и гаражик, я бы сказал, тоже, да, не маленький? Ну, автомобиль. Да, две машины я сюда ставил спокойно, то есть и джип ставил, и легковушку вот сюда вот ставил, прижимал. Ну, смотри, все есть, все, что нужно. Ну, извиняюсь за бардак, конечно, не убрано. Вот что, гараж, рабочий. Причем не сказал, что это бардак какой, так, в принципе, все чистенько, аккуратненько. Шины храни, колеса храни, велосипеды детские, взрослые, все есть, и все, и это рядом с домом. Что скажете? Я думаю, здесь мы сильно много времени тратить не будем. Конечно, сейчас в силу того, что морозится, то есть прохладенько, но необходимость, у тебя пушка есть, а если поработать. Я сейчас автономку еще хочу поставить, вот, поэтому здесь будет, ну, в принципе, здесь комфортно, для тех целей, которыми я здесь занимаюсь, нормально комфортно. Вот мы сейчас с вами посмотрели гаражи капитальные, ваше, да, решение тоже было? Абсолютно правильно, мы собрались коллективом, вот, приняли решение, обратились в администрацию, они нам выделили землю, ну, вы видели, какие они очень ровненько. Да нет, гаражи, ну, капитальные, прям, идеальные. Я думаю, таких вы вряд ли где-то не найдете, что в линейку, четко сделано и прочее. Дом у вас постоянно подкрашен, смотрю, такой светленький, чистенький. Все это мы принимали коллективным решением, у нас есть правление, есть люди, которые беспокоятся, причем здесь люди очень уважаемые живут. Вот в нашем, вот, где мы стоим, над нами, прям буквально живет, вот, прям над нами живет доктор, кандидат наук, сделал более тысячи операции, операции пересадки почек детям от доноров. Вы представляете это взять? Слушайте, мне, знаете, прям, мне так приятно это все слышать, потому что, когда вы говорите, люди очень уважаемые живут, я вот так слушаю, и изначально, я думаю, сейчас скажут, ну, какой-то бизнесмен, а тут вы говорите доктор. И доктор, который сделал операции детям, друзья. Вот как вы просили показать реально героев нашей жизни, ну вот, пожалуйста. Слушай, Владимир Владимирович, а расскажите еще, вот интересная история даже с этим же подвальным помещением. Обычное подвальное помещение, ты спускаешься, ну, и идут трубы, все, только за ними сидишь. Почему здесь сегодня оказался, например, стол для теннисов? Ну, во-первых, у нас дети есть, во-первых, и взрослые с удовольствием хотят, ну, чем-то заняться, а этот теннисный стол, он развивает все. Поэтому мы сделали для всех, кто желает с нашего дома, прийти, тепло, отдохнуть, посидеть, поиграть. Вот примерно, и мы его немного, здесь ничего такого нет, это буквально все, ну, с материала сделано, который просто надо было в свое время на помойку, но мы его приспособили, и здесь тепло, хорошо и светло. Нет, ну, самое, что интересно, я вот откровенно хочу сказать, когда приходишь, и когда помещение сырое, когда и запах плесени, сырости, это чувствуется сразу, вонь там от канализации, но здесь такого нету. Ну, вы знаете, я вам скажу, что вы думали, все это так просто? Были протечки, были, мы устраняли, делали так, чтобы было нам удобно. Так что здесь... Слушайте, а покажите изюминку, я знаю, что у вас здесь есть музей, да необычный, смотрите? Ну, вы знаете, это как бы музей-то здорово, но я могу сказать, как бы чисто личного как бы характера объясню. Ну, давайте пройдем, и мы посмотрим. В конце посмотреть тоже стена была, просто стена, на нее повесили баннер, где нарисовано такое продолжение некой березовой рощи, то есть визуально, я уже понимаю задумку, была следующая, что за гаражами, вы видите, лес идет такой небольшой, такая парковая зона, и вроде бы как у тебя расширяется, правильно? Взгляд, ты заходишь. Он сейчас подвыгорел, ну, в силу того, что время-то идет. Да, ему уже в целом сделано интересно. Управляющей компании при доме нет, потому что здесь есть ТСЖ. Снегопады идут, снег валит и валит, в большинстве случаев люди жалуются, нас засыпало, ну, посмотрите, какая картина, да? Сегодня ночью шел снег, но уже вокруг дома все расчищено, чистота, порядок. Владимир Владимирович, вот дайте нам какое-то наставление, просто почему, например, у вас, как у жителя, желание есть им этим заниматься, откуда вообще, откуда эта энергия, что вы за всем следите, делаете обходы? Вот опять же, смотрите, сейчас вся Московская область, там дворы все жалуются, что не чищен снег. Понятное дело, вопрос к коммунальным службам, опять же, вот у вас то вы трактор постоянно нанимаете, вы же за это за все ответы? В общем-то, здесь у нас, конечно, есть дворник, который занимается дорожками, но большие работы, я нанимаю трактор, и это все с бюджета нашего дома. В общем-то, оплата за квартиру ни рубля, сверху никто не платит за это, нам хватает тех денег, А оплата за квартиру у нас установлена нашим, будем говорить, городом, у нас же в городе есть, будем говорить, как сказать, которая устанавливает расценки на все. Еще интересно, что у нас все платят одной квитанции. Пример, можешь привести, сколько коммунальные платежи? Коммунальные услуги, сейчас скажу, однокомнатная квартира у нас где-то 5,5 тысяч, вот, как и в этом доме, который там, будем говорить, городской этот дом, а у нас ТСЖ. Так что 5,5 тысяч за все? За все, за все буквально. Туда включается тепло, вплоть до телевидения, вода холодная, горячая, канализация, все, все в одной квитанции. Потому что дополнительно, вот, расчистка снега, цветы мы сажировали. Нам хватает, нам хватает этих деньги, есть такое, там еще есть статья на техобслуживание дома, нам этих денег хватает. Здорово. И на сегодня, на сегодня у нас на счету 800 тысяч свободных денег. Как бы про запас, если вдруг кто-то понадобится, решили. Да, абсолютно, что случится, что-то, мало ли, жизни всякое бывает, вот, так что вот такие дела. Слушайте, энергия откуда? Ну, 72 года сейчас, 73 на подходе, а у вас вот, вы тут лазите по лестницам, по стремянкам, вешаете. Ну, как энергия. Дайте совет. Вот где, например, мне 33 года, у меня тут то спина болит, то еще что-то. А вы думаете, у меня не болит? Не, ну, у вас болит. А чтобы не болело, надо заниматься, заниматься физической работой. И если заболело, перетерпи, пройдись, займись делом и забудешь о болезни. Я думаю, картина начала уже раскрываться. Спустя 21 минуту эфирного времени мы с вами понимаем, что один человек при желании может устраивать быт всего дома в комфорт. Вот смотрите, захотели они гаражи, взяли, собрали, скопировались, написали обращение, собрали все необходимые документы, построили. Им не строила их администрация. Они сами скидывались постепенно, постепенно, но все сделали. Как вам? А я живу в многоквартирном доме, вот вам просто прикол привожу. Есть у нас основной вход и есть вход с обратной стороны дома. Там обычная дверь. И вот жильцами мы хотим поставить дверь с запирающим устройством, он же дымофон. Мы уже 4 раза никак не можем набрать голоса. Все, что нужно, каждому жителю квартиры подпись поставить, сказать, да, я согласен, я хочу, чтобы у нас было запирающее устройство. И чтобы у нас было большинство. И у нас это сделать не получается. А здесь человек говорит, слушай, соседями, нам нужно какое-то место сделать мужиками, чтобы мы могли собраться, время провести. И такие, да, а давай построим вот это. Получается, с левой стороны от нас гараж. И вот мы с вами начинаем подниматься наверх. Свет сейчас, так сказать, прогрузится. И мы попадем на второй этаж. Постройка была тоже сделана, естественно, председателем. Как бы все это строилось сообща. Люди определяли задачу, что нужно сделать. Собирали деньги. И, пожалуйста, вот что получалось. Давайте поднимемся на второй этаж, я вам покажу, что нас там встречает. Где прежде чем пройти дальше, мне нужно разуться. Потому что такие правила. Друзья, вы могли бы себе представить, что вот так вот при доме люди сами себе построили зону бильярдной. Заходи. С левой стороны предусмотрена специально комната. Раздевалка, тапочки, вешалки. Все есть. Ты приходишься, переодеваешься. С правой стороны, относительно вас, санузел. Все, что нужно, пожалуйста. То есть, писсуар дает понять, что место сделано для мужчин. Как говорится, есть такое общество без дам. Далее, поднимаемся сюда. Ну, посмотрите. Вот эта атмосфера, ее словами не передать. Сюда нужно зайти. Потому что очень много различных деталей, которые цепляются взгляду. Бильярдный стол. Люди здесь устраивают турниры. Собирают специально кубки. Турниры бывают различного рода. Семейные фотографии, которые я вам сейчас показываю. Это жители дома. Пожалуйста. Кулер стоит для того, чтобы можно было водички попить. Вот эта мебель, для понимания, я ей уже сколько, больше 20 лет. С 2002 года, когда он, Владимир Владимирович, эту мебель покупал, все говорят, да ты что, да туда-сюда, да она развалится у тебя через 5 лет. Ну, 20 лет она уже стоит, эта мебель. Ну, да, где-то что-то потерлось туда-сюда. Ну, в целом, то есть, отлично. Потому что здесь, как бы, этот, ну, люди приходят, все с уважением относятся. Здесь никто ни разу за 20 лет, никто ни одной сигареты не выкурил. Да, здесь, подчеркну, здесь нет никаких посторонних запахов. Здесь вполне тепло, он с отоплением, все, работает. Вот тебе подсветка есть. Более того, есть, вот, пожалуйста, с этой стороны холодильник. Чайничек можно погреть, кофейку попить, в бильярд поиграть. Там, я не знаю, посмотреть, вон даже специально у них висит какая-то доска. Но я так подозреваю, что это как раз таблица новогоднего турнира 2003-2024. Как вам? Ну, здорово, согласитесь. Здесь, естественно, в силу того, что люди советские, память помнят. Юность-то была где? В Советском Союзе. Поэтому и плакаты соответствующие, тематики соответствующие. Но это здорово. То есть, оказавшись здесь, по современным меркам, можно сказать, попал в Советский Союз. Попал, знаешь, я когда маленький был, мне был там 6-7 лет. Ходил там в различные клубы. Примерно такая же была атмосфера. Вот эту, да, обшивка такая мне это напоминает. Но с другой стороны, ну, здорово. Здорово. Диски, поста, ласковый матч, а стал популярный. Встречал комментарии в интернете, что наконец-то наши дети перестали слушать всякую вот эту современную хрень. И начали слушать музыку хорошую, которую можно послушать и с родителями. В Дарс можно сыграть. Ну, согласись, с одной стороны, когда ты живешь в пятиэтажном доме, ну, спустился, почему нет? А вот здесь уже отдельная история. То есть, эта дверь по-хорошему закрывается, когда дети приходят. А дальше, вот, смотри, пойдем. Вот это слева-справа. Молодец, это что у нас получается слева-справа? Кладовки. Это кладовки. Они предусмотрены даже кладовки проектом. Видите, заложено. Да. В каждой квартире, на первом этаже, во-первых, уже есть подвал туда, у них свой. И второе, выход должен был полисадник, это их не должен быть. А, то есть, изначально, типа, ты можешь выйти отсюда, у тебя здесь... Да. Твой полисадник. Полисадничек? Нет, она по-другому там, она сделала. И вниз спускаешься, ты попадаешь в подвальное помещение? Не само подвальное, а у них своя кладовка из квартиры, из кухни. А, изначально в доме, когда вы устроили, это все было? Изначально был предусмотрен проект. А вы сможете потом какую-нибудь из кладовок открыть, просто покажите, как она внутри выглядит? Ну, почему бы нет? Давайте. Хотя, в тот же момент, вот музей, который будет, как раз находится в одной из кладовок. Да, в одной из кладовок, которая... А, отлично. Друзья, нажмите на паузу и попробуйте написать, вообще просто догадаться, что там внутри. Ну, это интересно. Пойдемте. Вот, я вам отвечаю, вы бы никогда не подумали, что здесь находится. Заходите. Вот это просто... Я говорю, сюда можно туристов со всего мира возить. Вот у нас приезжал недавно швейцарец в гости. Вот куда его надо было. Ты глянь, музей водки. Пить вредно, алкоголь плохо. Но в целом, как, да? Посмотри, как музей. Почему мы должны его все выпивать? У нас есть, это же искусство, будем говорить. Вот смотрите, сколько разнообразий здесь. Какая красота. Здесь, кстати, здесь со всего мира, со всего мира. И это все был бросовый материал. Стуль я заказал. Вот. А это, вот он помог мне отшкурить, покрасить. Причем красили автомобильной краской. И так, в общем-то, все, уютно получился. Слушайте, ну, здорово. А в целом, для кого музей предусмотрен? Вы кого сюда, в первую очередь, приглашаете? Ну, во-первых, обратите внимание. Здесь, как бы, и музей, и здесь, типа, как бы, мы собираемся, общаемся. Здесь, вот, и награды главы нашего города. Это, вот, диплом жителей. Вы сделали такие различные локации для всех. Пожалуйста, смотрите. Приходите. Плитка лежит. Это все было брошено. Вот потолок сделан такой, как стеклянный. То есть, пространство больше кажется. Абсолютно правильно, потому что само помещение очень маленькое, поэтому сделали зеркальные полки там, потолки для того, чтобы, как бы, увеличить это пространство. Так, друзья, смотрите, с вашего позволения. На широкий угол, да, мы снимаем? Покажи. Значит, смотрите, да, аккуратненько. Это с Витнама со змеей и скорпионом. Так. Это с Китая со змеей. Вот это. Это с Японии. Ага. Это с Филиппин. И здесь очень много разного. Со всего мира будем так говорить. А это, получается, у вас жители, да, кто уезжают отдыхать, если вас привозят? В основном здесь вот эти все – это подарки. Ну, они знают, что здесь есть музей, и они с удовольствием… Ну, все, я не могу сказать, что все жители, но все знают об этом, и приходят… А можно посмотреть? А как это? А прочее? Ну, прикольно. Меня спрашивают, а вы выпиваете? Я говорю, ну, конечно, выпиваю, но в пределах разумных. А это, в общем-то, могу сказать, вот это все, я считаю, даже это искусство. Смотри, какие… Не, ну, как музей, конечно, почему нет? У всех разные коллекции. Кто-то монетки собирает там разные. Мой друг – мастер спорта по боксу. Это капитан Порт Восточный, это в Володе Востоке. Ну, в общем-то, здесь интересный экземпляр есть. В тот же момент кто-то вам какие-то АМГ-водку дарил от Мерседеса? Да, это коллекция, в общем-то, получается. Слушайте, ну, прикольно, прикольно. Вот, как я играл, сделал зеркало… А, это тоже, да, смотрите, с гравировкой, с лазерной, получается? Да, это… И это всем вы занимаетесь непосредственно, вы правильно? Ну, так, это для души, для сердца, они, в общем-то, не для бизнеса, абсолютно. Слушай, Владимир Владимирович, а когда, вот, допустим, подобные вещи делаются, жители как вообще реагируют? Они, вот, все нравятся. Они даже приходят, а покажи, а приезжают к ним друзья, говорят, а покажи, что у тебя там. Вот, примерно так. Действительно, и друзья, и знакомые, кто-то приезжает, сюда вводим, показываем. Они говорят, ничего себе, ну, говорит, ничего себе. Говорят, и что вы это все пьете? Он говорит, нет, здесь они, кстати, вообще не повторяются. Нет одинаковых бутылок. Вот, это просто, вот, чисто для коллекции. То есть, люди приходят, и вот, некоторые прям по 10-15 минут стоят, и вот рассматривают эти бутылки, да. Владимир Владимирович, расскажите, Встречаются ли все равно вот недовольные жители, которые вот, может, не вам напрямую говорят, а, может быть, где-то вот вы слышите от кого-то, что такое? Вы знаете, я могу сказать. Вот, вот, вы очень хорошо вопрос задали. А я знаю, я стараюсь. Это, да. Вы знаете, кто с первых дней, они настолько довольны. А вот приехали там 3-4 года назад, и начинают, а почему вот так, а почему вот так? Они руку и палец не приложили, благоустройство города, а задают вопросы. Я думаю, чтобы задать вопросы, сначала сделайте сами что-то, и чтобы ответственным были за это, чтобы потом задавать вопросы. Вот примерно так. Ну, вот так же дайте какое-то наставление, вот, допустим, не жителям вашего дома, а вот просто вот людям по стране, которые живут в своих домах, они, например, жалуются, что им вот то не работает. Ребята, дорогие друзья, ну, давайте так, начните с себя, обратитесь к себе в душу. Если вы хотите хорошо и красиво жить, жить с соседями, надо с ними дружить. Это ваш общественный дом. Ну, вот, мы вот, приехал он недавно, и мы стали, в общем-то, близкими, приятелями. Он очень ко мне часто обращается, Владимир Владимирович, а вот что бы, вот как бы, а помоги мне вот это, а можно я вот это сделаю? У нас вопросов нет, у меня любой, любой может обратиться, и мы найдем всегда общий язык. А вот есть люди, которые скажут так, а я денежку плачу, вот пусть управляющая компания и делает. Условно, я скинулся по квитанции, ко мне какие вопросы? То есть мысль идет такая, что если я заплатил, то давайте быстро сделайте все, а я делать ничего не буду. У нас в этом доме нет таких, абсолютно. Я еще раз говорю, я-то вам сказал, что вот в этом подъезде живет доктор, а вот в первом подъезде живет начальник Кольцовского бюро, запускает, когда космонавт, он всегда присутствует. Здесь очень уважаемые люди, еще раз говорю. И есть просто простые люди, и находим вообще язык со всеми, абсолютно. Причем, вы поймите, не я обращаюсь к ним, а они ко мне обращаются. Интересные детали меня уже поправляют, что это не старая советская урна. Председатель сделал следующее. Баллоны с фреоном. Заморочился, взял их, напилил, покрасил и самостоятельно собрал такие урны. Если посмотреть по сторонам, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну как минимум шесть-семь их точно есть по территории. Это то, что я вижу здесь и сейчас. То есть в каждом месте, где есть скопление людей или потенциально возможное, сразу есть урна. Все соседи друг друга знают. Давным-давно я такого не встречал, когда люди выходят все между собой. Вот сейчас утро, люди уезжают на работу, некоторые здороваются. Более того, у некоторых людей, кто постарше. Им там, Василий Иванович, доброе утро, хорошего дня. То есть, ну, посмотрите. Ну, как вам такое? Когда вы такое встречали? Обратите внимание, Дед Мороз лезет кому-то в окно. Плюс ко всему, сейчас мы снимаем днем, но я вам покажу кадры вечерние. Дом полностью украшен был к Новому году. И украшен не просто какие-то писюльки-писюльки. Ну, посмотрите, везде светодиодная лента подведена, снежинки сделаны, дождики. То есть, по периметру всего дома. И это все то же самое делал председатель, которому, на секундочку, напоминаю, 72 года, но человек заморочился, вышел и сделал людям красоту. Вот все, что вы делаете, благоустройство, вот те же самые гирлянды развешиваете, вы это делаете самостоятельно? Только самостоятельно, ну, своими руками будем говорить. Я это могу делать, я и делаю. Если есть необходимость, к кому-то обращаюсь, никто не отказывает, помогает. И мы для себя же все это делаем. Существует закон о государственном флаге, когда вы не можете просто взять там флаг Российской Федерации, например, возле дома там, воткнуть в землю. То есть, это будет неуважение. Посмотрите, как сделали они. Он поставил специально мощный флаг-шток, повесил флаг с гербом. Когда вы встречали вообще на территории нового жилого комплекса, чтобы там был флаг. Вот тебе. Ну, круто. Обычно говорят, вот Америка, Америка, там на каждом доме. А почему мы так не делаем? Мне кажется, это достойно уважения. Что вы считаете? Напишите ваше мнение в комментариях. По поводу флага, да. Вот каждый праздник, допустим, там день ВДВ, там день пограничника, флаг, председатель постоянно залазит и меняет на тот флаг, которому соответствует праздник. Слушай, торец дома. Вам делали здесь дополнительное утепление, чтобы дом не продувался, потому что дом расположен так, что как раз в этой части розы ветров дует. И чтобы было комфортнее и лучше, сделали утепление, стена стала сначала некрасивая. Решение председателя. Да, действительно, здесь просто проходит розы ветров, постоянно дует очень сильный ветер. Соседи начали жаловаться, говорят, с этих вот квартир. Говорит, холодно, в квартире очень холодно, постоянный ветер. Ну, председатель, значит, решил утеплить эту стену. Утеплили ее, да, отштукатурили. Стояли леса, вон еще крючки даже остались. Это был 2019 год, если не ошибаюсь. Вот, ну и как-то он это все ходил, ходил, смотрел, смотрел. Это лето было. Говорит, вот классно было бы, говорит, что-нибудь нарисовать бы здесь. Говорит, надо что-то нарисовать, надо, говорит, что-то нарисовать. Вот. Я говорю, да не вопрос. У меня, говорю, товарищ есть, там, друг детства. А он-то, как художник, так и занимается, работает. Я говорю, давай я ему позвоню, говорю, узнаю, сколько это будет стоить вообще все это нарисовать. И пока леса стоят, чтобы ему было, ну, на чем рисовать, чтобы не вышку подгонять. И сколько вот это вот обошлось? Вот, все договорились. Более того, председатель даже договорился с городом, вот, со спорткомитетом. Так как у нас за, четко за гаражами расположен стадион, вот. И со стадиона это очень хорошо видно. Даже город выделил какие-то определенные средства на вот эту, на краску, за работу. И вот мы как раз с моим товарищем поставили там проектор на стадионе. Он все это наброски накидал. И, ну, наверное, где-то в течение месяца, но не каждый день, он это вот рисовал все. Немножко с отвлеку от музея, мне обратились мой руководитель. Поверьте, за неделю я сделал три бригады, мы за неделю 40 тонн засолили красный… 40 тонн? Рыбы и 50 бочек по 30… по 30 килограмм икры. Офигительно. И это было все законно, все… Ну, в общем-то, настолько было много рыбы зашло, что инспекторы бегали по берегу речки. Вылавливайте сколько хотите, только не оставляйте на берегу. Что? Почему? Подходила другая рыба красная, она не давала пройти в Верховья, и надо было вычерпывать, вычерпывать. Вот мы за неделю, представляете, 40 тонн засолили. Мы не профессионалы были, но мы все… Это я тоже, в общем-то, организовал в свое время, и это было… Вкусно получалось? Вы знаете. Но вы на сегодняшний день-то вообще на икрут красный как смотрите или как в фильме, то, что уже нафиг любят? Ну, как бы вам сказать, я угощаю… Съесть могу, но не так, что прямо хотим. Нет, абсолютно. Вот на Новый год мы как-то стол накрыли, и было красное, все нормально. Вот так вот, друзья. Предбанечек, плитка, далее почтовые ящики, вторая дверь, то есть отсекатель некакий, такой мороза получается. Мы заходим во второе помещение, здесь роспись на стенах сделана, картины висят… Заходи сюда, заходи, заходи. Покажи просто, потихоньку не торопись, а что здесь? Здесь видишь, в готическом стиле светильничек, ты выходишь на улицу, у тебя все, пожалуйста. Время, я так подозреваю, четверг, температура воздуха на улице, все расписано. Опять же, картина здесь… А вот, вероятно, доска сделана. Владимир Владимирович здесь вывешивает информацию. Абсолютно правильно. Здесь вся то, что необходима информация. И даже вот, благодарственное письмо от главы города, и грамоты, и телефоны всех, всех служб. Ну, в общем-то, вся буквальная информация. Вот написана информация ТСЖ «Восток». Слушайте, вот с таким подходом к вам сюда комиссии-то не часто приезжают, то есть или показать образцово показательный дом? А вы знаете, я могу сказать, далеко вообще не приезжают. А, не приезжают, да? Нет, они… Они… Не знаю… Может, ТСЖ? Да. Знаешь, почему? Они даже как-то считают, что они не могут что-то сделать. Им как бы… Неловко, да? Да, неловко. Показывают, что люди сами могут. Видите, как бывает? Ну, чуть правда, блин, видишь? Ну, ты посмотри. Смотри, заходи, заходи, смотри. Здесь вот эти вот… Чистенько красит. Эти перилы, зачастую, такие перилы в домах уже давно и давно поотрывали. Я такие в последний раз видел в «Сталинской высотке», которую мы снимали. А сейчас их потом начали отрывать, вот этот пластик ненужный вешал. А здесь, смотри, дерево настоящее, цветочки растут. Ну… С одной стороны, вы сами иногда пишите, что это уже вчерашний день, люди от этого бегут, в новостройки по-другому. Здесь это, как бы, больше такая… Ну, советское время, блин. Ну, посмотри. Что плохого-то? Как здорово. Пойдем. И, собственно, вот весь подъезд в таком стиле. Все чистенько. Датчики света точно также срабатывают. Мы только начали подходить. Вон, смотри. Раз. Где-то он, да? Здесь он висит. А, вот. Ну, вот все сработало. Ну, здорово. Кто это все продумывает? Тоже вы где датчик поставить? Еще что-то? Ну, в принципе, ну, что я могу сказать. Когда стали считать, сколько денег, как и что, и зачем они круглый день светятся и ночь. Мы поставили датчики света. Зажигаются, когда ты заходишь именно там, ну, как бы, у дверей. А на площадках у нас стоит датчик света. Идет, солнце село, загорелось. Солнце встало, потухло. Так что это экономия, причем очень большая. Я почему говорю, что нам хватает тех денег, которые мы ни рубля лишнего не платим. Только по тем, которые нам дает город. Короче, у них каждый подъезд по-разному. Рома посмотрел, говорит, пойдемте еще покажем. Здесь есть еще другие. Но принцип следующий, да, входим ковры и ноги отряхнуть, и менее скользко там в мокрую погоду. Здесь уже такой более классический подъезд по описанию. Ну, все, смотрите, чисто, покрашено. Вот кто за уборку подъездов отвечает? У нас есть техничка, которая убирает еженедельно по графику. То есть еженедельно убирает, не каждый день приходит? Вот чисто так, что кому-то только-только помыли. Обходимости абсолютно нет, у нас очень чисто. Есть такое понятие, чисто там, не там, где убирать, а там, где не ссорить. Да. То есть жители сами могут точно так же выйти, правильно? Ну, в принципе, нам хватало тех, вот. Вот тоже вот такие же инфрационные доски в каждом подъезде. Друзья, даже здесь висит фотография, фамилия, имя участкового. Прикиньте. Абсолютно. Кто знает, как ваш участковый. Зато как уж он, типа, любой может позвонить к нему, пообщаться. Владимир Владимирович, есть еще местечко, которое уже продумано на случай безопасности для всего дома. Вот, понимаете, нам говорят, подвал, убежище, но все равно, ну, важная тема, надо ее знать. Как бы, приятно, неприятно ее обсуждать, некоторые боятся, ну, все все прекрасно понимают. Но, посмотрите сюда, вот это вот просто разговор. Первое, заходишь, запас питьевой воды. Как минимум на сутки, двое, как думаете, плюс-минус на сколько? Ну, двое суток питьевой воды спокойно хватит. Запросто. Потом включается генератор, и по всему подвалу... А? Генератор, пожалуйста. Новенький, блин, нифига себе, хороший генератор-то, блин. Да, серьезно. У сорок точек сразу освещение по всему подвалу идет. Ага. А для него топливо где? Он заправлен, а выхлоп вон он. Нет, а еще есть запас? Есть запас, но это здесь нельзя в подвале хранить. Нельзя, поэтому в отдельном месте хранится все это. Все по уму сделано. Так, интересно. Слушайте, а расскажите еще, смотрите, коммуникации, понятное дело, старые. Я знаю, что поднимался у вас вопрос, что в целом по-хорошему вообще полностью их освежить, но это уже будет прямо дорого. Это очень дорого будет. Вы обход делаете, следите за тем, чтобы не было ничего? Я практически каждый день обход делаю, чтобы протечек не было. Это серьезный вопрос. Вот в мороз сейчас какие-то проблемы, где-то что-то выявляли, сейчас слышали, вся Московская область полопались. У нас все нормально, все тепло и хорошо, жалоб не было. Во-первых, здесь смотрите, а еще интересно. Иди покажи. Вот здесь интересно, здесь зарядка и как от генератора, и как 220, все сделаны отдельные розетки. Мало ли, что случится зарядка. А у нас же у всех телефоны. Ну, конечно. Все это продумано и сделано. И проводка у вас вся такая грамотная, то есть по стене идет и сидишь, что все на виду. Блин, офигеть. Конечно, сейчас так посмотришь, то есть, грубо говоря, вот. Как вы? Советский вы человек, получается? Я только советский. Вот советских людей нам вот не хватает. Я родился вообще, знаете, у меня как бы интересно. Я родился как в Калининграде, в Кёнинсберг. Ну, вырос на Дальнем Востоке. И когда меня спрашивают, а где твоя родина? Я говорю, родина там, где ты пошел в первый класс, где ты стал учиться, стал понимать жизнь. Это там родина. А то, что я родился в Кёнинсберге, ну, это так. Так получилось, отголосок войны. Опять же, родители там были. Да, война была. Отца тяжело ранило. Ему дали там квартиру. Мать с детьми с двумя переехала в Калининград. Потом все это им не понравилось. И опять вернулись на Дальний Восток. В тех помещениях, где хранятся инструменты, перфораторы, дрели, ключи разные. Короче, все, что нужно для того, чтобы отслеживать работу дома, что-то подремонтировать. Ну, все при вас, правильно? Там она стоит видео наблюдать. Дома хранить не нужно. А, то есть, здесь еще можно включить. А вот включи это кнопочку, где зеленая. Пишет. Все сохраняется на жестком диске. Соответственно, всегда можно просмотреть, если вдруг что-то случилось, все можно отсмотреть. Но я так понял, что у вас, наверное, происшествий сейчас, в принципе, не бывает во дворе. Практически нет. Вы знаете еще почему? Нам повезло. У нас не проходной двор. Да. И у нас практически посторонних не бывает. Поэтому здесь в этом... Ну, и потом дальше я обратился к администрации. Они еще дополнительно нам поставили на каждый подъезд свои видеокамеры, которые выходят прямо на сервер города Ивантеевки. Все познается в сравнении. Вот такая пятиэтажечка под руководством одного человека. Заиграла совсем другими красками. Вполне возможно, кто-то скажет, ну, это же все простовато. Так и жизнь простая. Вот в соседний двор зайди, пятиэтажка. Там совсем все по-другому. И глядя из соседнего двора на эту пятиэтажку, ты думаешь, ничего себе. Прямо сейчас я вам предлагаю отправиться в гости Владимиру Владимировичу. Посмотреть, как устроен быт, как живут люди в пятиэтажке. Как мы могли бы жить в пятиэтажках. Прямо сейчас у нас с вами уникальнейшая возможность зайти в гости к Владимиру Владимировичу. И самое главное, акценты даже сделаю, что этот дом, можно сказать, построен по индивидуальному проекту. Квартиры здесь практически все. Шикарнейшие планировки сделаны, что называется, для людей. Вот вы вдумайтесь, отходи назад, просто покажи. Мы заходим в гости. Большая гардеробная, большущая прихожая. Когда мы сюда только зашли, у нас сложилось впечатление, что мы зашли просто в дом. Ребят, реально в частный дом. Ну, посмотрите, высота потолков. И это пятиэтажка. Мы же уже этот вопрос поднимали, что когда был этот недостой, я улетел в Магадан. Нашел инвесторов, частных инвесторов, которые решили переехать. Ну и мы следили, во-первых, за строительством этого дома. И получилось, что определенные квартиры мы согласовывались с институтом. Вплоть до перекрытия и прочее. Здесь несколько квартир довольно-таки вот такого типа сделали. Сам по себе очень хороший проект, но как двухкомнатные, две лоджии. Трехкомнатные было тоже красиво. А это соединили одну и двухкомнатную квартиру и сделали вот то, что вы видите. Можно вопрос? Почему и откуда это было? Как вот у вас со школы, в силу того, что вот с советского времени. Почему вы все согласовывали? У нас зачастую сейчас, знаете, как делают? Одну вторую квартиру соединил, там, проект сделал. И тихо, чтобы никто не знал. Я же законопослушный. Во-вторых, я по образованию инженер. Я очень понимаю, что нельзя. Вот, вот. Это только надо согласовывать. Во-первых, это несущие конструкции и прочее. Это, в общем-то, должно быть по закону. Пригласите в гостиную, друзья. Заходим, посмотрите. Все чистенько, все аккуратненько. Я, на самом деле, очень сильно хотел к вам в гости зайти, потому что мне было интересно посмотреть, как устроен вот просто быт у вас внутри квартиры. Ну, это потрясающе. Посмотрите. То есть, все грамотно расставлено мебель. Там, пожалуйста, телевизор, корабль шикарный. Есть, видно, да, у человека много различных увлечений. Можете прокомментировать это вот? Откуда, что это? Вот этот корабль мне подарили. Друзья подарили. Было юбилей, 50 лет. Они решили подарить мне. А с чем приурочен? Вы, не знаю, моряком были? Ну, я уже, то есть, долгое время в Магадане жил. Где у нас это два порта, где две бухты больших. Если слышали, как Высоцкий поет песню, бухта Нагаева. У человека есть увлечение, также хобби. Вот он собирает различные бутылки водки, да, и так далее. А раньше это все было здесь? Да. И жена Вас устала пыль протирать? Абсолютно правильно. Мне жена очень вежливо попросила все, я устал протирать свои бутылки. И так получилось, что сделали музей. А это остались очень интересные экземпляры. Слушайте, а как Ваш супруг зовут? Тамара Ивановна. Уборку по дому, это все на ней? Это на ней, и она считает это нормально, и никаких вопросов нету. Я просто при Вас хотел бы, Тамаре Ивановне, сказать огромное спасибо. Вообще просто на таких людей, как Ваш муж и как Вы, ну, действительно стоит равняться. Нет, Вы должны это понимать, что вот, друзья, минимум лайк, добрый комментарий людям в поддержку. Ну, посмотрите. Люди взрослые. Сколько супруги? Она постарше меня. Даже постарше. А дома Вы гляньте? Ну, это ее, Вы знаете, я настолько благодарен, я вообще благодарен в жизни, что у меня такая супруга, живут шестой десяток с ней, и я просто ее люблю, уважаю и берегу. С левой стороны здесь расположена спальня людей с выходом на балкон. Как бы туда уже не будем заходить, только личное пространство. Туалет, ванна, совмещен, ну, большой, посмотрите, тоже все идеально, чисто, места полно. Ну, прям, знаете, я бы сказал так, для человека, да? То есть ты, блин, проснулся, не как сейчас эти 20 квадратов строят и серия для молодежи, это как раз реально, ну, гнездышко, куда ты прилетел просто переночевать, поспал и до свидания. Так, надо выключить. Ну, это просто бомба. Ты посмотри, какая кухня, друзья. Я серьезно говорю, это частный дом внутри квартиры. Ты глянь, высокие потолки, большая кухня. У тебя здесь огромный добротный стол, за который ты присел утром. Вот. И огромные окна. Света прям достаточно. Вообще шикарно. Слушайте, а у вас как, дети к вам часто в гости сейчас приходят? Какие-то праздники? Вы собираетесь в семью так? Обязательно. На каждый праздник, во-первых, это праздник Новый год, это праздник 8 марта, это праздник день рождения. У меня семья 10 человек. То есть смотрите, вы жена, сколько у вас детей? Двое детей, трое внуков, у внука уже жена есть одного, и поэтому здесь у нас получается 10 человек. Ну, а внуки вообще у нас каждую неделю заходят, хотя они не живут в этой квартире. В гости приходят. В гости приходят. Вообще здорово. Каждую неделю. Слушайте, а я правильно понимаю, что мы, получается, как бы сейчас находимся как раз на лоджии, и эта лоджия стала как продолжение кухни, и у вас, получается, она тоже утеплена, ну, радиатор, ну, с точки зрения в морозы, не холодно вам? Вот видите, здесь у меня температура, вон там, 23. О, у вас тоже, да, висит эта табличка? Там часы все, ну, сделано, как говорится, для удобств. А это вы путешествовали? Это где путешествовали, по каким городам и странам, ну, оттуда привозили мы. Слушайте, а расскажите, вот в какой стране вы были, где вам понравилось больше всего? Вот вы же много куда поездили, ну, прям, которая будет номер один? В свое время поездил, могу сказать, я был и в Японии, и в Китае, и в Корее, вся Европа, в Африке. Я очень долгое время за рубежом работал. Из них я четыре года работал в Монголии. Мы построили крупнейший комбинат по добыче медиа, Малибдена на пуске, работали 30 тысяч наших специалистов. Последнее время, когда я работал, последняя командировка, три года работал я в Африке, в Нигерии. Построили крупнейший комбинат металлургический, где стоимостью четыре с половиной миллиарда долларов, за которые они оплатили полным рублем. Так что я много где по странам поездил. Здорово. Ну, а понравилось? Есть какая-то страна, которая вам прям больше всего запомнилась? Куда бы вам вот... Много где, что хорошее, но все лучше. В Европу я всю объехал. Но вот все же, если я поставлю вопрос. Вот, допустим, завтра вам дети говорят, так, пап, в отпуск на пять дней выбирай любую, но одну страну, в которую ты поедешь. Вот куда бы вы поехали бы? Трудно мне сказать бы. Если бы я не был в этой стране, но я бы хотел бы съездил во Новой Зеландию. В Новой Зеландию. В Новой Зеландию. Это одна из интересных стран. Во-первых, там, круглогодичная температура в среднем 24+. Там море, там горы и кусочек. Второй санузел здесь расположен. Там душевая кабина и санузел. Здесь вторая спальня у людей. А тут вот, пожалуйста, мечта для многих свой кабинет внутри квартиры. Я говорю, вот такое обычно встречается в каких-то дорогущих домах. Либо по-другому и не скажешь. Как бы никогда бы я не подумал, что в этом доме могут быть такие планировки. Я подчеркиваю, это не только у вас. У других людей изначально было сделано. В Новой точно такая же квартира. Одинаково. Это все было, когда строили дом, сделали, согласовали с институтом, и нам разрешили сделать, как нам, не мне, а строительство. Людям, всем. Это технодзор был. Все как бы вот так. Слушайте, я смотрю на некоторые вещи. У вас, конечно, жизнь не сели, что в позитивном смысле позавидуешь с точки зрения насыщенности. В разных странах побывали, много где работали, трудились. Самое главное, посмотрите, у вас есть, как говорится, чему взгляду зацепиться. Крокодил, лев из Африки, да? Или откуда? С Африки. С Африки. Крокодил с Африки. Это магаданские фанно. Морж. Это монгольские маски. Так что, правильно вы сказали. У меня очень... Слушайте, ну вот и компуктер у вас есть все-таки. Нет, нет, компуктером пользуетесь, правильно? Ну, в принципе, я слабо пользуюсь, но у меня уже внуки, они мне все что угодно здесь. Ну, а вот вы себя в рабочем кабинете, какие основные дела вы решаете вообще? Как у вас проходит здесь рабочий процесс? Здесь, ну, если откровенно говоря, приходят внуки, мы здесь беседуем, они периодически и с компьютером со мной вместе там помогают, и здесь и литературу. Младший у меня сейчас учится в седьмом классе, он приходит каждый день, приходит, живет в другой квартире, ну, каждый день приходит здесь вот, общается с бабушкой, со мной, показывает, что делает, вот примерно. Уроки просят помогать делать или все сам? Обязательно. А как еще? Вот я смотрю, у вас в циркуле лежит геометрию, да? Абсолютно. У нас, во-первых, бабушка больше занимается как бы, она, у него два высших образования, она и медик, и она еще и педагог, поэтому для нее это очень интересно. Ну, по силе своих возможностей и способностей. Ну, внук часто обращается за помощью. А взрослый уже, я очень горжусь, старший внук, ему 25 лет, он в Российском футбольном союзе судья, он в России уже судит футбольные клубы. Слушайте, я уверен, ваши внуки посмотрят этот выпуск, ребята, блин, ну, я уверен, что вы еще сильнее гордитесь таким дедом, ну, это просто, блин, здорово. Почему нет? Нам вот говорят, показывай людей, на которых хочется равняться. Вот я вам хочу пожать руку, сказать спасибо вам огромное. Мне сегодня время было провести просто максимально приятно, и самое главное, я уверен, что и людей мы с вами зарядили вот этой энергией. Отсюда хочу попросить вас, вот дайте какое-то напутствующее слово. Вот 2024 год наступил, у кого-то трудности в жизни, кому-то кажется, что жизнь тяжелая, что-то не получается. Как быть-то, как выйти вот из депрессии в позитив? Ваше мнение? Во-первых, старайтесь всегда быть в позитиве, это очень важно. Старайтесь не думать о плохом, это тоже очень важно. А напутствие? Ну, напутствие, ребята. В жизни, вот я так, когда начинал, трудно было. Семья большая, 10 человек, 8 детей. Ну, будем говорить, мать ни одного класса образования. Ну, так в жизни в то время было. Практически у нас все получили выше, сами. Родители не могли помогать финансово, но добивались все. И вот я могу сказать, у меня всегда в жизни был жизненный путь. И я считал так. Вот я закончил школу, я пошел, получил специальность, очень хороший монтажник по монтажу технического оборудования. Заработал в себе. Надо было дальше учиться. Пошел в техникум монтажа. Закончил с отличием, с красным дипломом. Потом понял, что это не хватает. Пошел в академию, академия труда, при ВЦСПС. Закончил, стал экономистом. Поэтому надо всегда в жизни иметь путь и где дойти до той вешки. Закончил, иди до следующей. Закончил, до следующей. Всегда себя надо напрягать, чтобы ты не был застоя, а чтоб тебе интересно было жить. Как вам такой выпуск? Вот таких людей и нужно показывать по центральным телеканалам. Про них нужно писать в газетах. Также про молодых среднего возраста. Друзья, без лишних слов высказывайте ваше мнение в комментарии. Ставьте лайк этому выпуску. Обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Я же приступаю за монтаж уже следующих выпусков. Поэтому до новых встреч. Пока, пока.